Атмосфера это то, чем меня притягивали видеоигры. Это та самая неизведанность, когда почти каждая деталь говорит, что впереди опасность, но тебе это никогда не показывают. И мое представление о том, что такое война, формировалось вот из этих самых видеоигр. Реальность другая, но как в какой-нибудь Call of Duty или Metro 2033, вот эта атмосфера опасности, неизведанности, ужаса, она... Она здесь ощущается повсюду. Третий выпуск серии Дневника войны отличается от предыдущих. В нем я поделюсь не только историями военных или волонтеров, но и своей историей, о которой долго молчал. Добро пожаловать на наш канал. Хоть мы там про крипту, про инвестиции, про бизнес, мы и в том числе о истории Украины. Люди меня спрашивают, Антон, вот ты снимаешь как-то вот там не искренне, не показываешь эмоции. Вот мы оказались здесь на войне. Какие эмоции? Ты не ходишь в театр, там в актерские, мастерские какие-то. То есть ты именно живешь своей жизнью и старайся поделиться хоть чем-то. Почти с самого начала войны враги заняли села в Харьковской области. И в одном из этих сел живет очень близкий мне человек. И за все это время я не знаю, где он, что он, жив ли он вообще. Буквально пару дней назад наши бойцы освободили эту территорию. И сегодня мы поедем туда, несмотря на то, что там местами еще идут бои, очень небезопасно, враг близко. Но у нас есть четкая и понятная задача и для этого мы здесь. Мой дед полгода находился в оккупации, без света, без связи, без ничего. Страшно представить, через что он прошел и как он там сейчас. Сегодня, я надеюсь, я увижу его, мы сможем его вывести, помочь. И вот как-то так. Это серьезный уровень, ребята. Многие помнят Женю с первого выпуска, многие помнят Рому и с второго выпуска. Сегодняшнее наше путешествие одно из самых рискованных, потому что там реально идут бои. Не забудьте поставить лайк, хотя бы это нам поможет. Трюмай. Самое. Все. Покажи, куда мы едем. Едем в Воронеж. В Воронеж? Пожди, ты же говорил, что мы купим с чистой туда немножко. Погонишь, погостим и там подождем наших потом. А, там, то есть, мы как ДРХ. Знаешь, вот дорога, да, какая-то, знаешь, такая медитативная история, вот особенно, когда ты едешь какие-то точки, на какие-то здания, на базе, что для тебя это, как ты это воспринимаешь? А так же, как и сейчас. Сидим, улыбаемся, настраиваемся. Если волнение есть, то они где-то там внутри, но не на лице. Приеду обратно, что-то вкусное хавань буду. Ты думаешь, о чем думать, о плохом, а то уже может случиться. Хороший вопрос, о чем я думаю, когда еду на задание, уж точно не о плохом. Когда ты слышишь, как парень подрывается на мине, как ему-то отрывает ноги, как ребята наехали машиной на противотанковую мину, и все в шестером улетели на небо. Перекладываешь это на ребят, которыми ты вот точно так же ехал там же, по той же дороге, и вам повезло. Это очень сильно накрывает. И очень тяжело как бы с этими всеми переживаниями внутри исправляться. Вот поэтому стараюсь думать о том, что будет после задания. Как я вернусь домой, как я вернусь к любимой, как я буду рассказывать эти военные истории своим детям, внукам, друзьям. Как это все, как все это все закончится. Как будет хорошо жить в Украине после войны. Нужно думать о чем-то хорошем, потому что так можно сойти с ума. Что-то меня опять накрыло. Кто сработает stories, кто сработает историю. Так однажды мне сказал Гамлет. Гамлет не просто художник. Как минимум те, кто живут в Харькове, точно знают и видели его работы. Каждая из них это целая философская конструкция, которую можно рассматривать часами. А что хотел сказать автор, или о чем он хотел промолчать, и за это я люблю его работы и считаю, что он внес большой вклад в Харьков. Про что молчит Гамлет? Я молчу про смерть. 24 лютого – это дата, которую никогда не забудешь. Тысячи людей оборонили. За ради будущего. И сейчас очень понятно. За ради чего? И я хочу, чтобы вы сберегли себя и делали еще очень много вещей. Мы с Россией, что там они пишут? Мы с Россией, один народ. Вот тебе один народ. Ёбай, господи. Я порушился, я помню, тут мост. Стреляли? Стреляем. Ну, как ты видишь, недолго стреляют. Ну, да. Вокруг, слева, справа, мертвецы. Вот запах смерти, если он и есть, то здесь вот пахнет так. Сейчас здесь просто ад. То, что мы видим, мы не можем это снимать, иначе... Сначала ты слышишь запах, а потом видишь его. Стремно, очень стремно, потому что мы едем все ближе и ближе. Местные люди уже растаскивают ящики из-под снарядов. На пол, на окна, на крышу. В хозяйстве пригодится. Вместо силы. Это Химрос, да, накрылись? Красивенько отработали, да? Химрос, американская реактивная система залпового огня. Это высокоточное оружие, которое может наносить удары по вражеским объектам глубоко за линией фронта. С помощью Химроссу уничтожили русские склады боеприпасов и ПВО. Это оружие ужас для российской армии. Мне интересно, сколько здесь взрывов было, знаешь, где вот... Сколько залпов здесь было примерно? Две машинки отработало и хватит. Вся техника бронирования, обратите внимание, насколько плотный металл. Так, а смысл бронировать получается? Это что-то бронирует от автоматных. А, ну не от такого. Но ангар не помог, они все лишь прикрылись. Ну, они же прикрылись от чего? От воздуха, чтобы не засекли. Чего? А ты посидишь, заходу в бойнице стоять. Да, в Камазе, что для полиции... Это была и ремонтная база, и база снабжения. Видишь, они от воздуха закрылись, и их не заметили. То есть, они приезжают сюда, и следующая какая-то задача. Выгружают дальше. Бронетехника, это все Камазы, какая-то грузовики. Ну, вот, можно посмотреть, что осталось. Посмотри, а это даже перевернуло. Это, походу, была кухня, либо какая-то... Кухня, да? Кухня, да? И ботинок. Вот, что после себя оставляют русские солдаты. Зачем они сюда пришли и принесли кучу ботинок, носков и спальных мешков? Вон, смотри, что здесь происходит. Атон, здесь уже интервью нет, товара. Это очевидцев. Получается, что и нет. Опа. Он же взорвался, он был с патронами. Реажал. Да, это место силы, результат работы крутых героев. И среди них есть девушки. Когда видишь девушку-бойца, честно говоря, испытываешь смешанные чувства. Подходишь знакомиться, привет, как насчет кофе? Какое кофе? Блин, у нее ствол круче, чем у Ромы, у меня вообще нету ствола. И она точно не будет пить с тобой кофе, потому что у нее есть муж. Вообще, лучше покинь данную область Харьковскую. Почему вы с оружием в руках защищаете нашу страну? Почалась война, как бы тут все просто, у других вариантов быть не может. Починаю с 2014 года, тренировалась в плане ТАКМЕДу. Была тогда инструктором. Потом пройшло время, как бы этим не занималась, но периодично пыталась восстановить знания. Потом, начиная с лютого, працювала на медеваку с госпитальерами до травня. И потом уже пройшла в військовый самопідрозділ. И как интригировалась семья, близкие? Я починала с того, что я сказала, что занимаюсь волонтерством, допомогаю, трохи надаю медичную допомогу. Потом поступово казалось, что нужно что-то здесь подвезти. И поступово. Вы готовили их рискуете жизнью каждый день, каждый час. Что мы больше всего мотивируем это делать? Я загадываю, для чего я это делаю. Я загадываю, сколько людей уже видало найдорожшее, что у них было. Своё життя и життя своих родных для того, чтобы, власне, наблизиться цю перемогу. И это, власне, даёт силы бороться. В 2014 году Россия вкала мой пацифизм. Я за войну. Я за знищение врага. Я за такую победу. Я за такую. О, привет, привет, привет. Как ты? Здорово, здорово. Куча есть все. У меня стратегический запас. Стратегический, да. А, ты наступаешь? Нифига себе. Держи ты, держи ты. Держи, не ходь, посмотри. Тебе нужнее, мы в Харькове, у нас и есть. Мы купим себе. Держи. У тебя все есть, у нас все ништяк. Кто-то настроит. Слушай, благодаря таким, как ты, наша нация выйдет. Нет, держи, это тебе. Все, давай, держи. Мы вернемся. Мы вернемся. Вернемся. Сколько я был на перетье, я ни разу не встречал детей. Такой взгляд ребенка видел про этот пронизительный. Основная задача это найти моего деда. Проблема в том, что дед живет на окраине. И, соответственно, пока мы туда добираемся, мы параллельно стараемся, ну, по возможности кому-то помочь. Сейчас мы вам покажем просто, как люди тут живут. Добрый день. Вас угостить? Да, не, спасибо. Мы с утра позадрогали. Как у вас еще ситуация? Единственное, что было хорошо, когда будет русский мир, то, что украинцы сюда не стреляли. А теперь, когда здесь украинцы, русские постоянно стреляют. Да, наши же как подходили, они штучно, только по военным. А эти же все, везде. Везде, да. У нас тут за два дня сколько домов погорели. Мы шли костер оживать, побежали обратно в подъезд. Только опять вышли, дошли до костра, опять начинается дурить. Везде он здесь стреляет, там горело, попало. Опять побежали в подъезд. Ну, стреляют до последних три дня сегодня. Вы осторожны, сейчас падают стекла. Очень страшно, страшно нам выходить с подъезда. Квартиру вчера на первую очередь. Вчера только вышли, и пролет был. Это моя квартира, да. С кольящим, жарким, там и мебель, и нам ничего. Ну, еле-еле спрятаны за стеной. Я не военный, не знаю, как оно там сорвалось, но именно дробь, много дроби. Вся папа, вся, вся дырка, вся. Спасло только, что несущая стена. Если бы не несущая стена, восемь жарб не было. Ну, трое с них детей. Сейчас дети плачут, не знаем, что делать дальше. Так, а ты видел, что даже там сказали, ребята, что когда были здесь русские наши, либо они стреляли от демобили особо, либо только очень точно конкретно по военным. Во-первых, современная война, это именно точечные удары, маневры, дальнобойные, точечные удары. Либо, и еще вторая причина, это у нас, у нас нету такого количества прям боеприпасов, чтобы прям усиливать землю. А третья причина, какой смысл свою же землю разбивать, если потом это все восстановлю. Поэтому только точечные, точечные удары. Ну, а русские, получается, могут позволить себе покрывать. А им вообще по барабану, ну какая разница. Беков много, а во-вторых, чем больше туда... Отстреляли, тем больше. ...чем больше вероятность, что кого-то устрелили. Поэтому они не журили, либо и подпаха ничего. Это местная достопримечательность. Вот как встречают Рому. Не надо плакать, не надо. Доброго дня. Доброго дня. Как вы тут? Воды нет, газа нет, у нас ничего нет. Утром начинается с мангала. С мангала. И заканчивается вечером. Ну, можно что-то хорошее найти, да? Бытовые приборы, тропичка, мультиварка. Я понимаю, я сам полгода в окопах и в подвалах. Поэтому я знаю, что... Люди в Харькове очень избалованная гуманитарка. Каждый день там разные волонтеры тонами возили. А там в селах совсем другой мир. Мы сейчас съездим в селах, где была оккупация 6 месяцев, 7 месяцев. Там полностью нет связи. Там радио даже не ловят на них. То есть они полностью отрезаны от мира. И мы когда туда выезжаем, мы как-то туда погружаемся. Представьте, люди не в видении. Что происходит в мире? Они не знают, что происходит в соседнем селе. Спрашивают, а как там? Это безопасно. Это страшно. Видишь, люди боятся. Боятся просто даже уезжать. Даже не могут, да, да. Они не понимают, типа, ну что там, автобус обстреляет, не обстреляет. Мы просто ехали, я увидел дедушку и бабушку, которые в доме, в котором фактически нету крыши. Конечно, мы не могли проехать мимо и заехали узнать, что у них там происходит, нужна ли им какая-то помощь. Какая-то, конечно, она нужна. У них нету крыши. Над головой близится зима. Это не дыма вам привезли. Мы на улице были. Еще не было. А у вас родственники есть в Харькове где-то или куда-то либо ехать? Нет, нет. Никого. И какой у вас адрес здесь? Куриловка, Садовая, 200. Ну вот мы сейчас покажем. Я думаю, светлые люди у нас много в подписчиках, которые помогают, которые делают сносы. Кто-то по чуть-чуть, помаленьку, кто-то больше, кто-то меньше. Надо верить. Надо верить, потому что это единственное, что остается сейчас делать в такой ситуации. Много людей, у которых разбиты дома, нету окон. Есть люди, у которых нету крыши банальной. Еще нету морозов, но ливни идут, дожди и просто заливают. Надо заклеить все окна, забить стену. Хотя бы, чтобы одна комната была теплая. И туда там, не знаю, буржуточку поставить. И уже можно перезимовать. Как ты? Будешь пирожок и шоколадку? Можно ему? Держи. Давай разрешай. Домазай. Дети здесь есть. Это просто жесть. Здесь нету ни электричества, здесь ничего нету. Ну, по детям видно, что голодные, что ли. Видно, что они вообще, знаешь, у вас глаза. И там такая смесь интереса, страха и какого-то такого. Да, да. Люди пережили страшные вещи. А но чем ближе туда, тем лучше. Как я истиную, я живу. Вся эта война. Ну, я дейсно никогда столько не жив. Война настолько потужна. Ну, для меня персональный двигун для работы. Найбільше надихает реакция солдатів. Которые просто подъезжают, подходят, подякувают. Потому что их на передку, когда есть интернет. И они следуют за моими работами, которые постятся. И типа, о, бля, пацаны, гамлетт зробил еще несколько новых работ. Повернемося в Харків, поедемо, подивимося. Добрый день. На кавшировку нам как ехать? Короче, смотрите, ребят, сейчас вы ехаете. Ага. Сюда назад, и вот это, ну, параллельно. Ага, понял, спасибо. Как у вас вообще вот? Тихо, спокойно. Все, спасибо. Мне тяните туда можно или нет? Туда? Ребята вышли и пошли пешочком так как-то. Мы, честно, не располагаем этой информацией. Все, да. Я просто узнаю, можно, нельзя. Как у вас здесь? Там все четко, спокойно, ровно. Туда идти можно. Как у вас тут ситуация? Да здесь вообще равнина полнейшая. Отвечать можно? А тут, нет, полагай нет. Здесь равнина, тихо. Вы не знаете, а тут не тайменированная, я отвечаю, а пройду. Не, ну, и смешно, и не смешно. Да, и смешно. Проедем здесь. Ооо, проехали. Куда мы едем, блядь? Я не понимаю. Ну, в ад. Ты ж хотела, да? Я не охуя. Те не предупреждали, да? Нет. А ты сто ха вообще работал? Нет. Вот оно что, спальчила у тебя. Так, ну что, сейчас будем, собственно говоря, переправляться. Ты первый раз переправляешься? Давай, ты сейчас еще кто-то поедешь. Оу, щип. Да, я посмотрю. Ток, ну что, не время подыгаваться. И нельзя, милино ездить. Ты шо опытный уже. Ну да, нам надо топить. Только так, чтобы колеса были, потому что по звуку, мне кажется, что надо проверить нам одно колесо. Ну все, удачи. Моя тачка. Мы вышли с машины, потому что, потому что нужно, чтобы она была максимально легкая машина. Пытаемся пропетлять, что говорится. Тут вам посмотрите, что происходит. Застрявший. А куда он делся? Да он в рамках. Ничего. Сейчас выберемся. Вот. Короче, прилетел. Пацаны, грузы. Это просто жесть. Застрявшие грузовики, машины, повсюду трупы. Атмосфера максимального мрака. И смотря на все, я понимаю, сколько здесь нерассказанных историй, о которых, наверное, мы не услышим никогда. А вы не знаете, Андрей Литвиненко, Наталья Литвиненко, где-то тут жили-живут? Я это без понятия. Потому что мы с того района. Вообще с того района, понял, понял. Там мы ищем вот Андрей Литвиненко, Наталья Литвиненко, вот такие жильцы. В твердом падеже. Знаете, да? Я его не помню, когда я его тут бачила. А где он? Они же уехали. Куда? Ну, мы не знаем, куда. Это просто трэш, ребята, вот. Вот чем проблема. Лопти. Калисом меня. Давай. А, вот, видишь? Вот она, вот она. На осколок. Осколки же нарежут у кота. Ух-ю, конкретно. Зашел нормально. А вы знаете Андрея Литвиненко? Здравствуйте. Андрей Литвиненко. Конечно, знаю. А где он? Он на коттедже. Он должен прийти. Андрей. Ебая. Это самая искренняя эмоция. Привет, дорогой. Скажи. Ты меня на стол. Да, да, как ты тут? Привет, дорогой. Как дела здесь? На огороде, по-моему, вот так мина. Я ж на пузо падал. Да? Рядом стреляют, да, падают. А вот здесь, которые отстали от своих, там где-то из лесов вылазят, сдаются в плен. Русские солдаты еще лазят здесь, по этим землячам? Ну, дня четыре назад еще об этом говорили. Три километра тут все тоже русские. Да, на восток и на север русские еще стоят. В общем, ситуация здесь сложная. Но людей немного. А вот это все, кто видно, есть, они все выходят. Дома сидеть нечего. Людей осталось процентов 10 на поселке, на Ковшировке. Процентов 10. Остальные разъехались. Кто куда. Но в основном в сторону России поехали. Но варианта не было, да, получается? Да, не было. Случайно. Это вообще прям рандомно. То, что ты шел в этот момент, ну, реально. Прикинь, все в полосе. Да, ну что, миссия выполнена. Я со своим дядей встретился. Всем привет. Антону спасибо. Молодец. Молодец. Бесстрашный, бесстрашный воин. Молодец. Нашлись. Плохо то, что дядя не видел дедушку тоже очень давно. А еще хуже, что пообщавшись с военными, мы поняли, что той дорогой к нему не проехать. Нужно ехать в объезд. Никакой информации, что там, как там, нету. У нас, напомню, нету запаски, поэтому это максимально рискованная идея, и мы переносимся на завтра. Вы слышите эти звуки? Короче, машины, в машине хана. Ну, ничего. Так, уже мы возле водички. А, там вдруг, он убитый. Зачем вы сюда приезжаете? Вот здесь всех убили. Поехали. Там, ты что? Хм, я. Ох, щит. Здесь ты где-то тебе стоять. О, самое хуевое место тебя поставили. О, бля. Тоже знал, что здесь такая херня. Я знал. Назад. Ребята, это не смешно. Давай. Не, не, ребята, это не было. Приехали, короче. Так, Жека идет туда. Будем пробовать. Справились. Выжили. Выжили. Нам помог викинг, кстати. Позывное? Позывное, да. Это, отметишь его в сюжете. Викинги, кстати, хорошая, это, как сказать, нация. Видите, помогает. А вот камазы, которые не смогли сюда выехать. О, щит. Вот охереть. Так они еще побиты, видно, видишь? И там дальше еще тоже будет стоять куча. Очень больно, но что делать? Мы решили рискануть. Спасибо. Спасибо, Жеки. Направо, вот здесь секунду. Переправа оказалась намного сложнее, чем, честно говоря, мы ожидали. Жека предупреждал. Я думаю, да, что там у нас? Лексус. Но Лексус не вывез, ребята. Лексус не вывез. Да и мы еле вывезли, честно говоря. Напомню, что ребята такими дорогами ездят постоянно. Ту жесть, которую мы видели, ребята видят каждый день. Мы с тобой записывали несколько месяцев назад ролик. Что поменялось с того времени? Ну, много еще, на самом деле. Мы тогда ездили только в Харькове, в основном. Занимались эвакуацией из Харькова. Да, помнишь, мы еще бабушку вывозили. Как видите, Жека переехал. Ребята масштабировались, как это странно не звучит. Вот такой у них склад. Это просто логистический центр. То есть ты уже зарегистрировался как фонд. В чем вырос масштаб деятельности? Когда ты регистрируешься уже как фонд, тебя более серьезно воспринимают. Тебе уже есть статистика, уже есть опыт. Гораздо проще общаться, договариваться о гуманитарке, о деньгах. О людях. Что поменялось в людях, возможно? Или что-то поменялось в человеке, в котором вы помогаете? Ну, освободили всю Харьковскую область. Мы переключились на область. То есть Купенское направление, Изюмское направление. Мне вчера писал парень с Назварди, что говорит, вы тупо по нашим стопам идете. То есть освобождается село, заезжаем мы, собираем информацию, сколько людей, какие лекарства нужны. Как тут было? Они же тут заходили в село? Ехали же, поздравили мосты, шоколеры. Школу спалили почти, садик спалили. Вы его строили? Спасибо вам, ребята. Вытромал все, пожалуйста. Ездим конкретно по домам, заходим к каждому и расходим там, где это действительно нужно. А позавчера мы были в Дворечном. Там Туречный, это прифронтовой город. И он еще и на холме находится. То есть его очень удобно обстреливать. Ебать! Сейчас посыпаться, или нет, что это? Нет, это куда-то прилетело. Я предлагаю заехать по двор, нет? Сегодня по нам стреляли. Это, ну, типа не прилета, где-то рядышком. Это были две противотанковые управляемые ракеты. Ребята, Настя. Настя, прием. Все нормально. Прилетела ракета, когда пожарки двух моих знакомых побывала. Там погиб водитель скорый. Выехал на смену в 7 утра и все, осколок. Сина, мы его убили сегодня. А то вашего? Водителем был, да? На работе не было. Сочувствую. Материн, такая мировая, и что снова? Ну, на 2 минуты бы задержался, на 3 бы ничего не было. Семья погибшего, она вот у меня отложилась на подкорке. Я, не знаю, ложюсь спать, вспоминаю их лица. То есть там была и жена, и мама, и начальник его. Знаешь, такой суровый мужик, даже начальник плакал. Как ты это переношел? Переношел где-то, глубоко все закапываю и иду дальше. Этих историй много. Если каждый так переживает, то можно в психушке закончить. А может и закончу, я не знаю, как это скажется на мне. Ну, я не могу дома сидеть, например. Есть нужда помогать. Что ты скажешь тем волонтерам, которые потеряли мотивацию? Есть тебя посылать ничего большего, ты это делаешь? У меня было такое, что я потерял мотивацию. У нас что-то не было еды. Две недели сидел, что-то пустой склад, возить нечего. Я так думаю, блин. Как ты решил эту проблему? Ну, пересилил себя. То есть написал пару фондов, говорю, что у вас по гуманитарочке. Львов ответил, там Хмельницкий ответил, Днепр. А потом съездил на один выезд и все вернулось. То есть надо просто поднять свою жопу. Поднять свою жопу. Помочь бабушке и все, у тебя дальше заряд энергии есть. Когда ты думаешь, когда это закончится? Ну, я думаю, весной, летом. Что-то вот такое ощущение какое-то, что типа зима будет тяжело. А потом вот с весной, когда будет возрождаться природа и возродимся мы. Ну, и вот как-то вот это вот чисто по ощущениям. Я не мог пропустить эту историю. Если я не рисую, то я вообще не понимаю, на что я живу. Бывает такое, что у меня есть какое-то изображение, и я думаю, что написать. Я начал писать фразу. Припустим, что свит сильнейший за меня. Двокапка. И далее я ничего не смогу написать. Ну, я не знаю, что тут еще додати. Припустим, свит сильнейший за меня. Погнали. Новый день, а цель все та же. Едем к дедушке. Заодно поможем с гуманитаркой тем людям, которые живут в этих сложных для жизни местах. Кто помнит Игоря с первого выпуска, самого позитивного по мне волонтера. Он сегодня с нами. Ну что, Игорь, как в старый? Добрый разочек, как в старый, так. Только не добрый, но как в старый. Ха, ты занялась, потому что мы забыли в Лухаево. Парни, у тебя победа, просто. Парни. Офигеть. Это все боеприпасы. Запах тут не очень. Это что тут было? Это что всякие, наверное? Ракеты. Ракеты, да. Цедров будет куча. Не сбирайся, ракеты. Производитель Московской области, город Литкарина. Влад, прием, прием. На каком ты канале? Это Маня24, Тох. Все, принял. Кстати, многие подписчики участвовали, чтобы мы приехали и помогли вам. Что ты хочешь им сказать? Привет. Привет. Ребята, ну вот это была бы невозможностью без вас, поэтому это так работает. Ну что, разрушайся. Да, по трошечку. Бачка-то трохи ледоело. Детей много заметил? Да, пахнет, потом назад. Ну, все, что деньга, что? Держим, держим. Стретил знакомого человечка в своем селе. Да, где бы еще я встретил, что? Ты устанавливайся, я думаю, так, что-то уже не то сделали. Ну да, видишь, получаю. Так, держите. Дякуємо. Экспрес-гуманитарка, ребята. Так это работает. Добрый день. Добрый день. Как у вас дела? Посмехаете, значит, хорошо. Спасибо. Держите хлеб. Ну что ты скажешь? Какие у тебя эмоции? Приятно здесь. Приятно. Дети, люди. Классно, что мы можем с друзьями с вами делать такие добрые дела. Это наша страна, это наши люди. Это сильное. Классно. А что может быть лучше, чем помогать своим людям? Ну, что может быть лучше? Вы нас не бросаете, пожалуйста. Вы вас не залишаетесь. Вы нас не бросаете. Вы ходили по домам, проверяли, что все у нас есть? Нет, они нас тут дарили порядок, наводили, чтобы у нас, ну, как, рядник, покривали, штори, заштори, и все было, чтобы темно было. На мальтер, получается, один, да, мальтер, так... Автомат в груди мне направлял. Да, в груди направлял. И за твором еще что? Ну, говорю, что ты творишь? Это уже, как зачистка была, то заехал в танк, в дом и... Не мое хати. Освободители пришли. Освободят тебя из всего. Роздавали газеты. Так, пожалуйста. Конец скоро. Конечно, именно. Как-то есть такой паблик, боже, как он оконченный. Да, да, да. Свои на собе научили. Да, 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 да. Та вот есть видосы, миллион там так бросают, что просто на ходу прям с танковой подали. Как это все ввели? Это был день, да? Так. Вначале мы слышали, как начали хлопцы працювать с стороны Олахиев-Яр, Балаклія. Так, так, так. Все тут как чухнули. То есть, здесь сразу никак не оборовано, ничего, просто чухнули, да? Они начали текать, потом на ранах, смотрим, потихоньку, спускается техника. Наша? Ну, мы сначала не понимали, мы же не видели. Так, так, так. Потом выходили, наши, говорят, наши идут. Слава Богу. И слышим, они там их как погнали, стрельба такая добра стояла. Вот ту полуну, которая вышла тогда, трошечки. Так, они их разорвали там. Слава Богу. Вибили их. Вибили их, и будь выбивати еще. Русские войска здесь были? Ну, такой техники не божили. Они же тут много. Прямо тут жили, да? В хохотах. В хохотах жили, да. А как они заходили, говорят, мы будем здесь жить, а если человек не у них? Ну, я не знаю, ну да. У нас тоже были, и векно выбили, и... Заходили, да? Да, заходили, и вовремя открыли двери. Ааа. И не понравилось это все. Ха-ха. Дочка злякалась. А это когда ушли, попрощались? Хто попрощались? Они на колено мене поставили, она напрощалась. На колено поставили? Да, потому что их мать восемь лет плачет, а я начала тоже плакать. Это они сказали так, да? Офигеть. Да, и колено стул поставили. Ну, я ради детей, ради своей дотины, я так бы, как и каждая мать. Ну да. Жень. Будем заезжать. Что она делает с машиной? Фу, 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 фу. Не царапай, ну зачем ты это делаешь? Офигеть. Я думал, ну может быть там, не знаю, прилеты, осколки. Но чтобы корова напала на нас, но я не ожидал, честно. А нахера она это сделала? Потому что она подумала, что это русский. Мы с ребятами решили разделиться. Две абсолютно разные задачи. На себя мы взяли разведать территорию, как работает вообще волонтерская история. Прежде чем куда-то ехать, надо разведать. И сегодня мы берем на себя такую скаутскую задачу. Нужно понять, сколько там людей, в чем они нуждаются. Старики, дети. В общем-то, погнали. Что снимаете? Камеру уберите. Я не понял. Тут нельзя снимать, это блокпост. Влад, ты что, не знаешь? Влад, опять ты снимаешь блокпосты, но у нас из-за этого все время проблема. Так. Нам нужно обернуть мягкий знак на место. Купьянцькы. С мягким знаком пишется. Что ж за безграмот? Ух, а не. Она железная. Потом. Все, класс. Класс. Два пальца веду. Есть, спасибо вам. Здесь, получается, вот это мост, и там сразу русские стоят, да? Нет. Там мы, а потом дальше русские. Мы сможем туда пройти? Просто перейдите до моста, подавиться, осмотритесь, и все. Там лучше через мост, не рисковать. Ага. Потому что пролеты подавятся по сторонам речки. Ну, по сторонам. Ну, получается, вот здесь вот мы стоим, это тоже такая, ну, здесь еще... Ну, простроимая зона, ну, у вас есть дом тут перед вами. Следовательно, арта, танк и грады вас не достанут. А если в цей ураган, ну, ураган это уже извинить. Ураган это все извинить. Это звучит. Ураган будет просто лягти там за машиной и молиться, чтобы вас не попало. Ураган. Советская реактивная система залпа в огне. Оружие не является сверхточным. По своему опыту могу сказать, что чаще они используют осколочные боеприпасы. Там не столько есть мощность и глубина воронки, как поражение квадратами. Все поражается осколками. Ну, сегодня ураган был, зацепил мирно одного, в него ранения вроде эвакуировали, и получается как раз ситуация. Ладно, мужик, я... Все, да, все, вам удачки. Готов. Здесь людям нужна гуманитарка больше всего. Соответственно, мы должны хоть понять, где, как, установить контакт. Стрёмно. Ой, ё-моё, это ракета, шею. Тяжело сказать. Тут война войной. Лад был в другой машине, вот, наконец-то, так как все приехали сейчас сюда, мы с ним воссоединились, так сказать. Вот так вот. Ну, только потому, что, как бы, ну, ну, блин, нафискакивачане из друг друга шарятся десятки километров. Там уже русский, говорит, мост просматривается. Мне интересно, просматривается и простреливается. Надеюсь, это не одно и то же. Если что, мы туда прыгаем, да? Ну, да. А что там, вот, мы можем пройти? Ну, по той, да, стороне, по той, нет. Русские еще эти, вот, забор, блин, покрашенный. Да, это русские люди заставили красить. Да? Да, за еду сказали. Красить забор за еду русские заставили? Да. Меня пытались заставить. Реально? Да, но я сказал нет. До свидания. За то, что я мимо приезжал. Так я ему и сказал. И он что? Ну, ничего, по челюхи раз ударил, и все, я поехал дальше. Ударил, да? Да. Наша Россия же там Украину гонит. Я говорю, то я еще подивлюсь, кто кого. Ну, ось побачил теперь, кто кого. Ну, да, да. Разбит мост, сюда ничего не доезжает. Ни скорый, ни гуманитарный конвой, ни машины. То есть, ну, логично, если мосты все разрушены, то люди, как бы, здесь вот не очень хорошо себя чувствуют. Наша задача сейчас дойти до самого отдаляного района. Нам нужно там пообщаться с людьми и понять, как мы сможем передать им этот гуманитарный груз. Блядь, это что было? Это вот не знаю, это уже опасно. Блядь, плохо. Там, в общем-то... Так это не наш, да? Не наш, да. Сейчас тут боевые действия, что здесь вот, как бы, не живут люди уже. Разрушение... Разрушение колоссальное. Очень много пострадавших, погибших. И... Только что привезла где-то. Ну, метров 200-300, может. 500 или километров, мы не очень суперэксперты, но очень рядом. Прям дрожавляла. Зима. Что-что? Да, там, да. А вы куда идете? Там, на всех заводах, я там живу. А там сейчас жарко, да? Да, чую. Даже эти... И пулеметы, и автоматы. Ну, все равно по-то феньку добраться буду. У нас есть хлеб, есть консервы, крупы. Нужно. Мини-хлеб. Помочь даже одному человеку, это уже победа. Ну, а когда их десятки, это просто непередаваемое чувство. Ну, а сейчас пора к дедушке. В голову лезут разные мысли, а что, если его там нету, если я его там не увижу, что, если мы вообще не доедем, так как это новая дорога, и вообще непонятно, что там нас ждет. Вспоминаю Рому, как он настраивается перед поездкой, и привожу порядок мыслей, и едем дальше. Так, ты зарядил, да? Все, держи. Да. Винтовку положил в багажник? Да, две. Противотанковая. Не забыл? Нет. Стингер? Тоже. А, все, отлично. Гранаты? На крыше. На крыше. Блять, химраз забыли. Мы оттуда приехали. Мы оттуда приехали. Оттуда, оттуда, оттуда. Просто посмотрите, вот жесть какая. Это прилет был. Да. Так это вообще было в 100 метрах, братан. Я слышал, как сколки посыпались. Когда ты слышишь, я падаю, это сколки. Ты понимаешь, что ты можешь умереть, а как унушись. Мы же хотим жить, и, соответственно, ты боишься все-таки, все боятся. Хотя, мне кажется, если бы опытные вояки, они бы такие, ха, знаешь, да, это 100 метров. Оттуда, походу. А мы, когда мы не понимаем, 100-200, нам кажется, что по нам стреляют просто. А это так и есть. Вдруг они, пожалуйста. Я общаюсь с людьми, которые ездят на передок, но мы сами где-то ездим. И вот это, знаешь, самое еще стрёмное, когда ты там находишься, вот это ощущение, как бы, ты как бы уже заведомо принимаешь, что ты можешь умереть в этот момент, в принципе, и как бы просто там находишься. То есть ты чувствуешь себя одновременно максимально живым, и одновременно, как бы... Мы сильнее за смертью. Все. Я могу до вечера не дышать. Кудись прильот, а я був поруч, и мне не стало. И знаешь, что? Будет жить так. Будет жить и эти работы. С часом оно знищится, но... Но камень и песок будут помнить тысячи лет. Вот это так. Вот это? Да. Окна разбиты, что ли? Ну, вверху там, походу, наверху. Ухлево. А давай быстренько ищем его не варим. Так, ну что, вроде здесь обстановка более-менее нормальная. Ну, взрывается, но нормально. Сейчас вроде как все нормально. Дом целый. Сейчас я увижу своего деда. больше полугода. Мы не виделись. Дядь Толя, выйдет сюда. Какими путями... Доехали. Освободили. доехали. Ну, все, видишь? Как ты рассказываешь? Хорошо. Тяжело? Никакой стойкости ничего нет. Так как? Ну, видишь, ты же здесь, я тут, значит, стойкость была. Правильно? Что, ты поедешь с нами в Харьков? Антошенька, 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 рад, рад тебя видеть. Спасибо, что ты приехал. Одно уже, вот это мне будет воспоминание. Так что, давай собирайся. Давай собирайся. Я понимаю, что мне очень повезло. Я нашел деда и наконец-то вывез его из этого ада. Но понимаю, что многим людям таким, как я, повезло меньше. Я видел глаза детей, которые потеряли родителей. Это страшно. Ну, что, тебе верится, что ты? Я не позабывала все, Антоша. Уже, кажется, вечность прошла. Вечность, кажется, прошла? Ну, одному там быть дома. Кто это меня слушает? На это просто, для видео. Для видео. Люди, подписчики. Вот, ребята, у нас показывают потерю. Случайно убирали. Круто. О, наш денек войны по телевизору. Это я, это наш дневник войны. Ребята, кто еще не смотрел наш дневник войны, включайте, смотрите, вот сорвались нас по телеку показывают. И по ютюбу, и по телевизору, по всему миру. Что вообще происходит? Соответственно, так родилась идея дневника войны. У каждого свой фронт и экономический фронт, он, он, нельзя принять его значение. Поэтому я считаю, что нужно работать, нужно зарабатывать, нужно инвестировать в Украину, донатить на ЗСУ. Напоследок я хочу процитировать цитату свою из Инстаграм. Ничего, не истинно, все дозволено. Вот примерно так ведутся оккупанты на войне. Они думают, что все дозволено. Но ничего им не дозволено. И ничего не будет им дозволено. Это не просто слова. Это то, что я считаю, и то, что я буду сказать. Мне кажется, что у нашего проекта Дневник войны 50 историй украинцев очень, очень великое будущее. Вы знаете, я реально кайфую от того, когда смотрю, какие люди меня окружают, и что это не просто люди где-то там, это мои друзья, это коллеги, это знакомые, это подписчики, это вы. И вот из таких вот небольших действий формируется огромный вклад, который мы делаем. Я уверен, что будем делать еще больше. Сборы это, наверное, одна из вещей, которая помогает нам из просто сугубо визуального контента показывать наш вклад в реальность. Например, наш сбор на машину для Харькии закончится тем, что мы купили две машины. И ребята, это машины, которые спасают сейчас жизни наших бойцов под Харьковом. И в этом есть вклад каждого, кто задонатил, даже просто посмотрел, даже просто прокомментировал, и опять же, чем больше людей увидело в видео, тем больше разной активности мы привлекли. Я рад, что меня окружают такие люди, которым не все равно, и многие мои друзья, многие коллеги даже просто поучаствовали в донате и закинули большие суммы. Я не могу, к сожалению, в рамках небольшого видео поблагодарить всех, но хочу в этот раз выделить Алексея Кучера. Благодаря нему мы привезли десятки тонн гуманитарной помощи, которая отправилась прямиком на деоккупированной территории Харькова. Хочу еще сказать спасибо команде WhiteBilt, это украинская биржа, и ребята помогли нам собрать на машину, поддерживали нас в других вопросах. Вот так, мне кажется, отправляются настоящие украинские проекты. Ребята, спасибо, я знаю, что они делают еще много чего другого, поэтому очень благодарен за этот вклад. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok